Сегодня 26 октября. На календаре эта дата отмечена как Всероссийский день гимнастики. И прямо сейчас мы узнаем, как обстоят дела с этим видом спорта у нас в республике. Анна, я поздравляю вас с Всероссийским днем гимнастики. Этот праздник отмечается в России в 20-й раз в этом году. Расскажите, как обстоят дела у нас в республике с этим видом спорта и как девочки готовятся встретить этот день. Здравствуйте, очень приятно, спасибо. В республике художественной гимнастики 4 года. Официально 4 года. Федерация художественной гимнастики была зарегистрирована в 2014 году. На самом деле мы занимаемся с моими первыми воспитанницами немного больше 7 лет. На сегодняшний день у нас в федерации занимается около 120 воспитанниц. У нас уже есть 3 кандидата в мастера спорта, 3 перворазрядника. И мы стремимся и к мастерам спорта, и к, конечно, увеличению таких высоких званий. Также художественная гимнастика с лета мы пытаемся развивать ее в Копьево. То есть мы нашли заинтересованного человека, который любит художественную гимнастику так же, как и мы. Вы как президент федерации по гимнастике в Хакасии огромный путь проделали. Какой характер должен быть у будущих спортсменок, у юных спортсменок, чтобы добиться больших высот? Я, наверное, никого не удивлюсь и скажу, что характер должен быть сильный. Причем в первую очередь не у спортсмена, а у родителя. Потому что закладывает спортсмену какие-то базовые представления о мире именно родитель. И если первые пять лет родители являются помощником своей дочери, если мы говорим о гимнастках, если не пропускают тренировки ни под каким предлогом, не сегодня у нас музыкальная школа, сегодня у нас гимнастика, а у нас есть цель, и мы идем к этой цели, то, как правило, через пять лет уже остаются эти дети. И там они уже родителям говорят, мы хотим ходить на гимнастику, мы не хотим идти сегодня в школу, потому что в это время у нас гимнастика стоит. Есть проблемы с финансированием данного вида спорта? Да, есть проблемы с финансированием данного вида спорта, учитывая, что вид спорта требует большой площади и требует многочасовых тренировок. Это больше не изнуряющие физические тренировки, вот как вы видите, да, дети бросают предмет, это очень небольшая умственная работа, и чтобы отработать один бросок, нужно как минимум 500 раз его сделать, и вы понимаете, что это нужно время. Ездите куда-то на соревнования, может быть, где-то побеждали? Да, конечно, ездим на межрегиональные турниры, побеждаем, ездим на первенство Сибирского федерального округа, но мы ездим туда пока посмотреть, набраться опыта у более опытных школ. Ездим на сборы, ежегодно ездим на сборы, в этом году мы съездили на международные сборы в Болгарию. В республике проходят соревнования первенства Хакасия? Да, в республике мы ежегодно в городе Саиногорске проводим открытое первенство республики Хакасия. Приглашаем наших друзей, команды из других регионов. В этот раз к нам приезжает несколько команд из Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Минусинск, Копьёва, как я уже говорила, Куйбышев, Новокузнецк. Это порядка скольких человек, скольких спортсменов? Команд получается 18, а 250 участников. Помогает Министерство спорта? Да, Министерство спорта, конечно, помогает. Они уже напечатали нам медаль, и я сегодня как раз их забрала очень красиво. Как внутри коллектива отношения девочек? Когда мы выезжаем на соревнования, или в прошлом году, когда у нас проходило также открытое первенство республики, то мы видели, конечно, что они друг за друга очень переживают. Это большая команда, это команда почти 50 человек. Они стоят, болеют друг за друга, за каждую, за новенькую. Девочка, которая первый раз вышла за ковер, они помогают друг другу. И вообще у меня на самом деле такая позиция, что самое главное воспитать не великого спортсмена, а хорошего человека. И я стремлюсь, чтобы и отношения между родителями были такие же теплые, как родители детей, которые водят ко мне. И между детьми также. Анна, я поздравляю вас с наступающим днем гимнастики и желаю достижения больших высот вам и вашим любимым спортсменам. Большое спасибо.